Теренс Кроуфорд предложил Мэнни Пакяо встретиться в ринге. Чемпион вернется на ринг 14 декабря, в то время как Пакман намерен вернуться в 2020 году. «Мэнни Пакяо, при всем уважении, ты когда-нибудь думал о том, чтобы вернуть свой титул, который уступил Джеффу Хорну? Ты же думаешь, что выиграл этот бой», — написал Теренс. Чемпион WBA в первом полусреднем весе Regis Progress урегулировал свои разногласия с организаторами всемирной боксерской суперсерии и примет участие в финальном поединке турнира против чемпиона IBF Джоша Тейлора, который пройдет 26 октября в Лондоне на арене О2. Анонс этого боя сегодня появился в Твиттере организаторами суперсерии братьев Заурленд. Пресс-конференция с объявлением о бою ожидается в ближайшие дни. Лондон, Великобритания. Александр Поветкин одержал победу над местным боксером Хьюи Фьюри в непростом поединке. В вязком и близком бою победу неогласным 117-111 и все трое решением одержал Александр Поветкин. В главном поединке вечера Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла. В 11 раунде Люк оказался в нокдауне, пропустив серу акцентированных ударов. По итогам 12 раундов победу неогласным решением 119-108 дважды 118-109 одержал Василий Ломаченко. Теперь его ждет встреча с победителем другого чемпионского боя Ричард Коми Тяфима Лопес. Также Василий Ломаченко и его промоутер Бопарум поделились дальнейшими планами после победы. «Безусловно, я рад. Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал. Британские болельщики лучшие в мире. Это был прекрасный поединок. Дальше хочу драться за пояс IBF. Этот титул должен быть моим. Я хочу сразиться до него уже в следующем бою, но все зависит от Бобарума», – заявил Ломаченко. «Мы выиграли и три пояса, и, естественно, скоро будем драться за четвертый. Это наша цель – выиграть все пояса в этом дивизионе», – заявил Арум. 27-летний боксер Майкл Зирафа остановил экс-чемпиона Джеффа Хорна вместе с его амбициями по поколению среднего веса. Во втором раунде Хорн побывал в нокдауне, а в третьем заработал рассечение. В девятом раунде Джеффа ждал еще один нокдаун. Боец поднялся, но был крайне измотан, вследствие чего рефер остановил встречу. Майкл Зирафа заработал крупнейшую победу в карьере. Чемпион WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс выступит в андеркарте боксерского шоу компании «Матч Румбоксинг», главным событием которого станет матч-реванш между звездами Ютуба Логаном Полом и Киэсай. Как сообщает Индепендент, этот вечер бокса пройдет 9 ноября в Лос-Анджелесском Степелл-центре. Не исключено, что в одном из предварительных поединков шоу также выступит перспективный легковец Дэвин Хэйни, но его участие зависит от исхода намеченного на 13 сентября боя против Заура Абдулаева. Победитель этого поединка станет обязательно претендентом на поезд WBC в легком весе. Экс-претендент на титул в первом легком весе россиянин Евгений Чупраков планировал пройти свой очередной бой 7 сентября в Екатеринбурге против своего не имеющего поражения соотечественника Никиту Кузнецова, но в итоге бой сорвался из-за болезни, которую настигла Чупракова. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках.